Чиновники сели за парты. Не чтобы учиться, а чтобы научить других, как правильно поступить в той или иной ситуации. Руководители организации различных муниципальных служб, федеральных структур провели прием в стенах третьей школы. За два часа сюда обратились около 30 человек. Значительная часть вопросов касалась пенсионного обеспечения. Были вопросы от лиц с 67-го года рождения и моложе. Потому что у нас сегодня последний год, 2015-й, когда вот эта категория лиц должна выбрать, оставит она 6% накопительную часть или нет. Были вопросы по материнскому семейному капиталу. Какие сроки можно получить вот эту единовременную выплату 20 тысяч рублей. Ну, мы тоже объяснили, что 20 тысяч рублей выплачивается в течение двух месяцев, по истечении двух месяцев с подачи заявления. Волнуют жителей района и вопросы воды и теплоснабжения, работы учреждений образования, социальной защиты населения. Часть тем обсудили уже в ходе встречи жителей с главой администрации. Мэр Кузнецка пожаловались на отсутствие в округе ливневой канализации. Вот этот поток, который весь идет в эти ямки, он весь переливается и заливает дома. Последние дожди были у людей, вода стояла даже в огородах. Представляете, не то, что дома потопило, а в огородах стояло. Мы, наверное, на следующий год модельный проект сделаем, может быть, на вашей улице, может, на каких-то других. Это вот проблема всего города. Мы какую-то модель отработаем, хотя бы одну-две улицы уложим и посмотрим, как это работает. Если это правильно работает, тогда мы будем дальше тиражировать эту тему. Также горожане просили обратить внимание на состояние дорог и обрезку деревьев. В ходе общения с жителями микрорайона глава администрации затронул ряд общегородских проблем – от состояния бюджета до качества воды. Подобные встречи до конца августа пройдут во всех районах Кузнецка.